ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 докер морского порта, Дима Исеенко Александр Николаевич, председатель профсоюза докера Ленинград, Александр Петербург, мы все говорим, что Ленинград, Ленинград. Это вот первый вопрос повестки дня. Второй вопрос о поддержке общепрофсоюзного проекта Олега Васильевича Шейна докладывает Шейн, Храмов. Ну Шейна вы знаете депутат Госдумы, Храмов это председатель профсоюза соцпроф российского, Михаил Васильевич Попов, доктор наук. Профессор Ленинградского университета, кстати, президента Фонда Рабочая Академия. Я много применил, конечно, консультант. Да, Марит, Михаил Васильевич Попов с самого начала нашего движения рабочего, непосредственно российского комитета рабочего, является консультантом российского комитета рабочего. Третий вопрос о проведении очередного заседания российского комитета рабочего. Значит, место мы уже знаем, число и месяц. Значит, подумайте, приблизительно, значит, у нас есть дата, мы определились с 11-12 октября, да? Может быть, будут другие соцсошения. Вот. Вот все. Ну, и, конечно, разные. Четвертый вопрос, как всегда. Наверное, Харланов Александр Иванович, выкрепленный комитета фанта «Петербурга» Московского торгового пофта. Да, извините. Значит, кто выходит на трибуну, представляйтесь. Некоторые выступают по два раза, но мы, они приехали первый раз, скажем, ну, это неплохо, что они еще раз представятся, чтобы мы все-таки у нас на памяти и на зрении были товарищи, которые, значит, работают на нашем заседании в российском комитете доработчика. Пожалуйста, извините. Ну, повестка дня у нас по первому вопросу, кодоговора, инвестация, сохранение высоких мест. Что касается меня, я был осенью прошлого года здесь. Мы уже эту тему здесь, как бы, немножко уже говорили. Тогда, ну, для них, как, того не было. Я чуть-чуть вернусь дальше и начну с прошлого года, с весны, как раз, практически год прошел работы нашей подсоюзной организации. И вот, исходя из этого, хочу сказать, то, чего мы добились, что не добились, что пытаемся добиться, но каковы у нас планы пока у нас теперь впереди. Весной 2000 года у нас возник вопрос по инвестации заработной платы работ на заход. Благодаря усилиям наших компаний, у нас, если раньше было ООО «Морфор», единая организация, юридическое лицо, то в результате реконструкции порта у нас образовалось 4 компаний, 4 юридических лица. В результате этого и просоюзная организация, хотя она единая, но в переговорах участвовать и проводить переговоры у нас вот так получилось. В том числе 4 юридических лица, 4 правкома, 4 председателя правкома, ну и председатель гордого комитета, который заикликнул, если вы правком меня дополнили. Я так думаю. Весной прошлого года, вот индексация заработной платы. В результате наших усилий, мало ли, много ли, но нам удалось добиться соглашений во всех четырех наших компаниях, подписать соглашение по индексации заработной платы, начиная с 2000 года, со второго квартала. И индекс инфляции, который по данным Петербургкомстат ежеквартально, вот по шести квартала у нас был в виде индекса, введен и вводился, и до конца 2000 года действовало тарифы и оклады. И это же соглашение, плюс положение премирования, но в каждой компании немножко отличались, но где-то так очень, и в целом уровень был один. И это же соглашение предусматривало проведение переговоров в конце 2000 года, конкретно с ноября месяца, по дальнейшему индексируемой заработной платы. Время, как говорится, очень быстренько прошло, пришла осень, и с первого ноября во всех компаниях мы начали проводить переговоры, что в результате, с моей точки зрения, получилось. Четыре компании, четыре юридических лица, четыре лидера союза, ну, я, конечно, не вобиду Александру Николаевичу, он у нас самый главный лидер. В результате наших, ну, мягко сказать, несогласованных действий, то, что мы добились на сегодняшний день, это индекс инфляции за 2000 год, введен по всем компаниям, в тарифы и оплаты. Не все прошло гладко, не все прошло мягко, как бы этого хотелось, в результате переговоров. А переговоры проходили в очень длительное время, это на ябре, декабрь, январь. В результате вот в нашей компании этот процесс был доведен в рубль предупредительной частной забастовки до проведения арбитрада, арбитральный суд, который признал наши требования справедливыми. Но в результате вот все-таки того, что мы хотели добиться, вот изменить положение в коллективном договоре. То есть вот, чтобы этот индекс инфляции не проводить, переговоры, как нам наша милая администрация предлагает, ежеквартально, а практически вот эти переговоры кварталом и провели. Мы хотели изменить положение в коллективном договоре, чтобы индекс инфляции у нас действовал сегодня и завтра. Но вот в результате все-таки, как мне кажется, наших несогласованных действий по компаниям, на сегодняшний день индекс инфляции в 2000 год у нас введен, а в 2001 год как минимум пока вот остается открытым. Вопрос, конечно же, у нас еще не закрыт. Практически с 1 апреля переговоры по компаниям будут возобновлены. на сегодняшний день наша администрация в том числе не дает нам покоя по рабочим местам, по сохранению рабочих мест. этого поле касается вот нашей компании, в которой я работаю, ЗАО ВСК, ЗАО ВСК это по причалам, это 7 причалов рабочих, да? На сегодняшний день уже официально объявлено на половину три причала, там три кварта, провести реконструкцию, построить рейс-терминал. Но как бы вот уже без участия нас. Пока это вот объявлено, естественно, будем бороться, будем отстаивать, чтобы, если даже будет строить, потому что это преимущественные дела, будет строить рейс-терминал, будем добиваться, чтобы было подписано соглашение, чтобы рабочие места остались за нами, чтобы люди, те же наши, которые у нас работают, потому что нам уже предлагают официально трудоустроить не менее 80% сокращенных людей по компаниям, по-разному. Но, как бы, 80%, не 100%, хотя до этого озвучивали 100%, будут переведены в компании Порта, а сегодня уже, говорят, 80%. То есть уже практически не все люди. Для нас даже один человек, если будет сопрощен, это уже потеря. Для нас, как для Парсоюза, это удар, да? Как это будет выглядеть? Вот я тоже пока еще не знаю. Но то, что отстаивать это мы будем, это однозначно. Добиваться действия коллективного договора, в той вновь создаваемой компании, чтобы люди приводили наши, то есть те рабочие места, которые были, чтобы они остались за нами. Вот то, что нам предстоит буквально в ближайшее время. Все. То, что нам рассказал. Остальное Александр Николаевич Буковов. Так, есть ли вопросы, докладчик? Ну, я понял, вот три причала, так, подождите, три причала у вас объединяют в терминал, да? Да, в регуляторный терминал. Потом это новый вклад. Ну, если будут сокращать, значит, будут новых людей брать или как? Вот на сегодняшний день администрация нам и говорит. Тех людей, вот у нас в компании, к примеру, там, 450 дупер. Практически одну четверть, ну, только по дуперам, ну, плюс еще одна, остальные, Тальмана, будут переведены в другие компании. Вот не на этот трех терминал. Мы вам проустроим людей, но в другие компании. А вот тот же новый образуемый терминал, там, куда откуда будут людей набирать. Николай, мальчик, пожалуйста, вопрос. Приседайте. Примерно. Это нижний набор, нижний набор, нижний набор, вот примерно уровень зарплаты в среднем уроке в Токио сейчас как у нас. По компании? Да. По компании у вас есть по... Уровень зарплаты, так сказать, часовая творительная ставка на сегодняшний день 51 рубль, 30 копеек. Часто. Вместе с тобой получаем. Ну, достаточно высокая зарплату. Ну, 8,64 рубль. Зарплату у Докера достаточно высокая. Ну, не только у Докера, есть еще вопросы. Благодарю вас. Благодарю вас. Сейчас. Александр Иванович, я прошу почти. Здесь что... То есть индексация, индексацию за 2000 год вы провели по результату 2000 года. То есть вы как в течение 2000 года, что индексация? Не совсем понятно. По квартально. По квартально. По квартально, да. Петербург, вам надо, прошел квартал второй, объявляет индекс инфляции. Практически у нас получался квартал, как бы немножко мы отставали. На квартал. Ну, понятно. Да. Квартал прошел, индекс инфляции объявили 10%, вот 10% это вводилось через коэффициенты, тарифы и вакуалы. Вот 2000 год администрация не хотела. Вот три квартала, тарифы вакуалы и все. Ну, вот благодаря нашим усилиям 2000 год по всем компаниям однозначно уже не коэффициентам, а индекс инфляции 20-20%, введены тарифы вакуалы. Прямо в тариф? Да. Приветствую. Так, пожалуйста, Электромаш. Да, председатель подкома Электромаш, я тут являюсь. Председатель, и мы не можем в свою администрацию убедить производить инфляцию, хотя у нас очень маленькая средняя заработная плата. И у меня вопрос к вам такой. Какой аргумент вы применяли к своей администрации, что она пошла на уступки и пошла на инфляцию даже вашей заработной платы? И что является сейчас тормозом, что она не идет на эту тюрьку? Какой бы вы совет дали нам? В частности, по нашей компании, по залу ВСК, поскольку в результате переговоров наша компания оказалась на острие всего этого. Если по другим компаниям, и как бы до этого администрация предлагала решать вопрос инфляции, примеру, размером приму. Для нашей компании, у нас, если где-то в других компаниях, объемы грузопереработки, да, они могли быть увеличены, план переполняется, исходя из того, там, процент, премии у них мог увеличиваться, в результате, ну, можно было вот как-то там на это пойти. И там в одной из компаний, вот, было подписано соглашение такое, у них действительно сейчас очень большой грузопоток, объем работы велик, и они вот этот вопрос, соглашение заключили, решать пока вопросом, вот, размером приму. В результате. По нашей компании, для нас вот очень важно, как раз, наоборот, ввести индекс инфляции. Переговоры проводили практически все четыре компании одновременно. Но в результате, вот, наш генеральный директор, наша компания, ЗАО ВСК, ни в какую, не соглашался, ну, поначалу и все, они генеральные директоры, не соглашались, вот, ввести индекс инфляции двухтысячного года с 1 января 2011 года. Закрыть год полностью. Он, вот, твердо стоял 9 месяцев, 3 квартала, и все. И 5 процентов премии, больше, вот, никакую. Поэтому у нас возник коллективный трудовой спор. Ну, по процедуре, естественно, все согласно законодательству, мы это прошли, да. В результате арбитражный суд прошел, как я уже сказал, Михаил Васильевич, участник арбитражного суда, который сказал, да, что, ребята, ваши требования справедливы. Ну, в результате того, что провели мы частую предупредительную забастовку, в результате того, что запреты на сверхурочные выходные дни были по кампании проведены. То есть, вот только силовые методы. Только силовые. Просто, да, не про договору было недостаточно. И второй половинный вопрос, последите. То есть, сейчас... Аргументации. Аргументации. То есть, чем мы аргументировали? Вот, напротив, что? Вот это, и десантские требования. И десантские требования. Уже суда цифры взяли. Цифры? Нет, цифры я сказал. В Петербурге, он стат объявляет цифры. Мы их ниоткуда, как бы, не выдумывали официально. Стат, да. Потому что, не допустите, в тяжелее заработать плат. Да, а что есть цифры? Индексация. Да, когда мы все ходим в магазины и видим, сегодня цена одна, а через месяц другая, а зарплата у меня остается таза. По-моему, против такой аргументации и трудного дара. Не требует повышения зарплаты. Пожалуйста. Индексируется весь фонд пава труда или только тарифная часть? Я не понял, что... Что индексируется? Весь фонд пава труда или только тарифная часть? Кто индексируется? Для нас? Да, да, да. Для меня, как и работника, моя заработная платная... Весь объем, да? Да. Тариф? Для меня, тарифная ставка сейчас, да, там, для остальных, там, категорий работников. А клад? То есть, индексируется, как я понял, полностью зарплата? Да. Ну, если в зарплате доля, тарифа большая, скажем, вот, ну, вот, ну, большая, я понял, так, то индексация тарифной ставки... Ну, опять же, я прошу прощения, буквально, недавно я встречался там с ребятами с новороссийскими. Так вот, у них, ну, и у нас по времену премиальная система оплаты труда, у них издельная. Ну, мы, как бы, от этого уже давно ушли, и поэтому, когда для них, ну, можно сказать, откровения там, во всяком случае, для тех, кто с теми встречался, ребят, вот, у них зарплата 3-4 тысячи рублей. Ну, премия 300-400 процентов. А у нас, премия, ну, ровно 10 процентов. Так, у нас процентов. Ну, вот, тарифная часть наша, да, она вот... Большая. Да, еще вопрос есть. Пожалуйста. Вот, когда у нас поступка, участвует в стиле другого профсоюза, Игорь Тунецов, секретарь Семеновской Федерации Труда. И как вот тот профсоюз, желтый, участвовал в этом процессе, как-то? И только рядовой член? К сожалению, большого нет. В нашей компании, во всяком случае, два профсоюза. Тот, из которого мы вышли, профсоюз работников водного транспорта, ну, они в меньшей стиле у нас. Но, тем не менее, активной помощи нам они не оказывали и не оказывали. Мало того, они так очень мудро пристроены, если так, практически, да. Они в своем коллективном добре написали при улучшении там условий заработной платы, там, тарифов плата при повышении. Вот то, что в нашем коллективном добре есть, будьте любезны, и нам. они сейчас спокойно думают. А за поскольку участвуют в сети только? Нет, не участвуют, все понятно. Так, еще вопросы нет. Поставьте вопросы другому докладчику. Не надо. Спасибо. Слово представляется другому докладчику. Представьтесь. Монсиненко Александр Николаевич, председатель первичной организации докеров Московского корпуса в Санкт-Петербурге. Александр Иванович, как бы, выступая здесь, в принципе, как бы, на мой взгляд, отражает тот стиль работы, что ли, который сложился в нашей единственной первичной организации. То бишь, здесь как бы, два направления работы, коллективного договора, соглашения, какие бы они на бумаге не были бы хорошими, а второй вариант, как добиться, чтобы это все делали. Новости работы. Я не буду останавливаться, как бы, на том, что уже Александр Иванович говорил, а как бы, осветил две вещи. Я избран на работу в декабре 1998 года. Ранее тоже занимался просудивной работой, участвовал в СТК и так далее, потому что она сама по себе работами не была, она выходит в качественный уровень и, так сказать, ступень, она, естественно, значительно отличается. Но начиная с 1998 года и вот по сегодняшний день, при всем прочем, что мы нас считают, и, в общем-то, это справедливо, считают, довольно-таки сильной организацией, мы набили столько шишек, казалось бы, что мы должны как бы зубрани в имущественных вопросах, в вопросах разделения имущества, смены собственных и так далее. Но вот на сегодня нам подкинули новую задачу, которая для нас, в принципе, даже для нас она просто новая. Это передел собственности. Вопрос связан, как нам будет, влазить в имущественные вопросы, это, честно говоря, вопрос нерешаемый для профсоюза. вопросы решения имущественного вопроса через коллективные договоры и соглашения более цели собрать. Но остается все равно вопрос, как это все делать. Но я хотел бы обратить внимание вот еще на что. Профсоюзная организация это не верхушка профсоюза, не клерки профсоюза, это личная организация это члены профсоюза. И основная работа, основная работа, кроме того, что верхушка профсоюза ведет переговоры, заключает от имени совещанного профсоюза договора, соглашения. Самая основная работа это работа с людьми. Если работа с людьми не будет производиться, то, по сути дела, возможности решения проблем будут сужаться верхней частью профсоюза, представительными органами, максимально на 10-15%. И то, скорее всего, это, наверное, был период 95-й, 99-й год. Сейчас существенно и качественно изменился сам работодатель, владелец. Они поддарели, научились, они видели, как работает профсоюз. Поэтому основная задача, насколько я для себя ее определяю, это работа с людьми. Это работа разъяснительная, трудная, нужная. пока мы не найдем взаимопонимание с людьми, что это людей завтрашний день, а не верхушки профсоюза. Что наши люди поймут, что профсоюзы, которые заняты представлениями, защитными интересами людей, могут работать только в непосредственной связке и поддержке работника наемного дела. Все остальное как бы не совсем состоятельно. После двух лет нам показалось, на всяком случае опять же остановились на своем видении, что демократия она очень хороша, но она должна быть осознанной. Демократия не должна перерастать в анархию, что я буду говорить о профсоюзе, о той ситуации, которая произошла буквально в течение последнего года у нас. По объективным причинам в прошлом году вот о чем рассказывал уже Александр Иванович в прошлом году было рассказано, что только едиными действиями, даже при наличии пяти юридических лиц, только едиными действиями мы решили вопрос применения механизма индексации. Ну вот второй этап о переговорах по применению механизма индексации на 2001 год субъективной причины с наличием определенной анархии в профсоюзе нам, к сожалению, позволили только частично решить этот вопрос. Мы не смогли убедить работодателей и наших людей, значительную часть наших людей, потому что все-таки пять юридических лиц, в том, что вопрос главный это таристные ставки и главный. И поэтому руководящие органы, представительные органы профсоюзов были в минуту согласиться с решением поддержания уровня инфляции в 2001 году, пока, во всяком случае, на первом полугодии, через реминговую. Фактическое состояние дел по месяцам показывает, что, в общем-то, за исключением, естественно, обвала в работе, это один из примеров для четвертой постелированной компании, когда из-за ледовых условий у них произошел обвал в подходе судов. Но уровень гарантированной заработной платы по отношению к другим компаниям, где была работа, за исключением премии, в общем-то, остался на очень довольно-таки приличном уровне. Средняя зарплата на работника почти 15 тысяч. Если в других компаниях, где не было такого обвала по работе и была частичная обвала в чем-то время, средняя заработная 16,5, то разница полтора тысячи практически выше. но на сегодня у нас возникла проблема объективная проблема и, скорее всего, изменение нашего внутреннего положения по объектива. Наверное, можно сказать, где-то возвращение централизации с точки зрения целесообразности работы единой первичной организации при наличии пяти самостоятельных, относительно самостоятельных, без организации юридических лиц локальных профорганизаций. Это четырестиверный карман. Поэтому в этом варианте с одной стороны вроде негатив Александр Иванович, если Ильин Петрович не даст забрать определенный негатив, он все равно помогает работать на перспективе. Единственное, что надо делать в этом варианте в этом. Но все-таки для себя я все равно сделаю акцент, что без опоры, прямой опоры, без заинтересованностью людей, вот в сегодняшнее время, к сожалению, вопросы скорее всего будут пробуксовывать решения. Что бы мы не хотели, насколько бы мы, как говорится, ну, не обидеть никого, ну, приближенные, что ли, приближенные к знанию ситуации, более информированные. И мы будем останавливаться только на этом, представительные представительные органы, вопросы решаться не будут. Скорее всего, не будут. Вот если в двух словах о той ситуации у нас. Если говорить о как бы ситуации в других организациях, на других предприятиях, вот Александр Иванович уже говорил, что единственная первичная организация российского профсоюза докеров, значительную часть уровня заработной платы, состав заработной платы составляет тарифные ставки и оплаты, это только питерский порт. Потому что в других организациях, в других портах, в частности выбор, в частности той же тарифная ставка если у нас 51,7 Александр Иванович немножко сэкономил на 40 копеек, а в четвертой стериторной компании, не четвертой, а есть стериторная компания первой контейнер укримина, у них тарифная ставка 67 рублей. Но я в ситуации уровня заработка и к возможностям отношусь относительно по нашей организации. Вы прекрасно понимаете, что условия морского порта в значительной степени отличаются от любого завода и от любой компании. Потому что порт работает во время голода, во время разрухи и так далее. Ну, специфичность предприятия еще позволяет определенные моменты решения. напрямую сравнивать и говорить давайте делать как у нас, потому что мы так делаем, нельзя проводить по одной ренте. Завод есть завод, вопросы совсем многие и так далее. наши предприятия оказывают услугу. Собственно говоря, ничего не производит, а оказывают услугу. Поэтому нам в этой части, я считаю, немножко легче. Даже может быть значительно легче. что касается вопросов о коллективном договоре на соглашение. Отрицательные моменты, которые произошли у нас за последние полгода, они нас однозначно заставляют проблему заключения новых коллективных договоров. У нас с 1 января 2002 года начинается договорная программа в 4-х территорийном кармане. Она практически 3 года уже проходит и по цепочке 4-х территорийных компаний начинается работа по заключению новых коллективных договоров. 2002-й уже даже не 2000-й и даже не 98-й, поэтому прекрасно себе отдаем этот отсчет, что нас начнут менеджеры наши новые прессовать по полной программе. Первый вывод у нас такой, что мы возвращаемся и у нас продолжается организационная работа, мы, скорее всего, ну, во всяком случае, я буду предлагать профактиву вносить изменения в положение профорганизации, где будет рекомендовать сделать запись, что от имени локальных организаций, то бишь юридических лиц, коллективные договора будут подписывать именно подписывать ортовый комитет, то бишь высшестоящая структура с правом иметь возможность влияние как внутри профорганизации, так и с точки заменения юридического возможного воздействия на администрации и этих юридических лиц. Потому что сейчас бывает такая ситуация, приходят члены корпового комитета, профактива в какую-то организацию, где самостоятельно юридическое лицо, и они спрашивают по СГУ. А наши некоторые деятели на Бангсоюзах вроде бы как уже начинают у нас есть такое выражение, как мы далеки от народа, как это здорово, вот двигаться где-то в этом управлении. Поэтому у нас есть необходимость ущемлять наверное какую-то демократию. Ну где-то так, наверное. времена меняются и тот опыт, который у нас на перспективу будет, мы его вам тоже соблюдим. Но перспектива примерно у нас такова, что мы будем делать один проект специфика везде одинаковая и вот один проект будем насколько это можно будет навязывать разным работодателям. Потому что у нас еще и ситуация такая, что у нас не во всех компаниях один и те же учредители. Поэтому там у нас тоже есть свои проблемы. Ну и вот эта проблема которую нам сейчас попрасывает наш теперешний владелец с точки зрения выделения имущества и выделения части имущества второй среди домной компании. Пока инвестору мы знаем примерно знаем кто к нам придется с какими целями и так далее. Для нас стоит очень серьезную проблему во много хуже чем в 98 году потому что тогда были обозначены собственники они были на поверхности и с ними можно было работать. есть нужда и не промокнуться гадая на кофейной гуще. Получить полностью создавая информация но основная для нас проблема мы ее уже обсудили это заключение соглашения чтобы даже компания предположительно будет строиться 9 месяцев то бишь на эти 9 месяцев надо будет как минимум трудоустраивать каким-то образом тех людей освобождаемых сейчас посещенной компанией но мы будем настаивать как минимум будем предлагать настаивать на наличии в том новом юридическом лице коллективного договора перед период входа людей высвобожденных в компании поскольку нам это удастся опять же возвращаемся к тому будет зависеть от 2500 членов государства от понимания консолидированных действий и так далее а опыт у нас есть главное чтобы мы сами не наподкачали это все в принципе зависит уже от профактива представительного города жалостного вопроса информации это 2300 вообще в Петербурге у вас членов значит торговые ОАО Морской город Санкт-Петербург 5 июня 98 года около 6000 работников из них 1900 членов профсоюза РТБ на середину 99 года на сегодняшний день 5 юридических лиц 2300 членов профсоюза на 400 человек в момент реорганизации и по истечении определенного времени членов профсоюза увеличат то бишь мы при всем том что Александр Иванович говорил у нас нет желтого пока профсоюза у нас профсоюз слава богу нам не мешает с одной стороны но я птицу секретаря больше приветствую крокодила чем наш НПР профсоюз КРВТ который запребедником является еще вопросом самая крупнейшая компания первая стередорная значит 1300 человек работников 1050 практически 90% практически во всех четырех стередорных компаниях за исключением оставшегося холдинга где регулирует профсоюз КРВТ потому что там в основном инженерно-технический состав руководящий работник я как бы на двух столях если можно открыться я представитель прокома ОАО и я вместе с тем представитель фортового комитета всей организации потому что у меня как бы еще и свой приятелен договор в рамках ОАО есть но там у нас появляется новая структура это в западном понимании это пункт организации временных работников откуда привлекают на работы в юридические лица пока мы еще там стоим одной ногой там стоим Здравствуйте Золотый Александр Ильич консультант российского пункта рабочих Александр Ильич у меня два вопроса первое вы поняли важную тему расширение участия работников после этой работы используете ли вы то положение закона критерного города в соглашениях которое позволяет на три месяца освобождать работу под состоянием зарплаты при включении состав комиссии по идее критерных приговоров привлекаете дело в том что я уже как бы пытался сакцентировать ваше внимание что нет Моисеенко нет Федота у нас уже готова команда которая может самостоятельно работать ну значительный стиль один момент второй момент ну честно говоря наверное нецелесообразно было бы вам нас сюда приглашать если мы это не используем мы используем двух вариантов по полной программе с работодателем и работодателю в этом плане никуда не дергать он привык уже к этому самому изначально но и у нас состоятельная финансовая организация мы когда нам надо мы за свои собственные финансовые средства проводим эти мероприятия но в первую году всегда используем возможность через критерные договора и работодатель не сопротивляется а дипа в том что Евгений Петрович считает что подтвердили последние коллективные переговоры по первой стивидорной кампании значит в примирительной комиссии участвовало 6 человек из них 4 человека администрация официально освобождала на переговоры я был ну я естественно как бы независим от того юридического лица и был представителем профорганизации того же юридического лица и четверо ну как среди нас я просто смертный уже год наш один представитель организации рабочей организации и чисто три докера администрация освобождала но и вопрос связан с периодичностью ну комиссия проработала где-то две недели вопросов никаких не возникало за счет работодателя по полной программе у меня еще один вопрос Александр Иванович сейчас значит устраиваем борьба идет за индексацию а вот индексирование она отменяет задачу повышения заработной платы или это совмещается или это параллельно или пока вы на время вложили задачу за повышение заработной платы ну вот тут у нас вопрос очень интересный интересный даже на меня почему потому что вопрос связан и по мой взгляд соотношением доходов и расходов на заработную плату то есть сдаваться в большие подробности ведь фонд заработной платы он как бы из двух составляющих для работодателя состоит сам фонд заработной платы и начисление фонд заработной платы вот если бы нам удалось каким-то образом решить еще бы лучше мечта оккупанта большой чемодан на уровне законодательной инициативы отделить вот эти вещи и тогда нам можно было бы сам потому что у нас предприятие таковое что на фоне даже сарпетербурга значительный разрыв идет не учить вот эти аспекты тоже нельзя поэтому тут комплекс вопросов которые мы вынуждены малаеву сидя на горячей сковороде потому что ну это умные словечки да иностранные менталитет что ли нашего народа вот наши краснознаменные докеры я сам таким живу я оттуда вот ситуация такая в одной из компаний идут переговоры по результатам четвертого квартала девяносто двухтысячного года разговор идет о возможном невозможном примере генеральный приглашает себе председателя в организации и говорит вот есть такая ситуация в ноябре три процента на премию и авансом за декабрь двенадцать а то потом не дадут кольки опыт уже был девяносто девятого года владельцы считают деньги быстро и собрание акционеров вместо того что проводилось в феврале проводится в середине декабря и деньги слизываются ну и наши краснознаменные так надо хамнуть извините за выражение сегодня потом в конце декабря в начале января когда в компаниях продолжались еще переговоры вдруг ниоткуда не возьмись в одной из компаний 35 процентов во время конфликта в другой компании в той, в которой сначала хапнули 15 процентов даже наши люди они как бы все равно стоят на позициях ну вот надо взять не глядя на перспективу что сегодня это возьмем получилось что мы относительно в вопросе тарифных ставок и импенсаций механизмов самого мы вот только уже через это как бы дали администрации возможность ну вот сопротивляться основательность в этом варианте но это можно говорить через премию то есть поддерживать его ну вот по Санкт-Петербургу по стране январь-февраль пятеро-десят индекс инфляций ну вот если бы премия 5 процентов а индекс уже 5 за 2 месяца это еще и вопрос к нему проиграли или выиграли мое мнение во второй степени в данной компании проиграли потому что увеличение тарифных ставок и оплаты на 5 процентов дает перерост всех до местных а у нас где-то процентов 60 все оплаты составляют как я понял 4 хозяина 4 организации 5 юридических лиц вопрос такой эти 5 юридических лиц являются 5 первичных организаций профсоюзов и объединили они какую-то единую цепь или нет это первый вопрос второй вопрос у вас комитет Докера как он избирался то есть он избирался от профсоюзов либо от собрания рабочих и как взаимодействие профсоюзов и комитета Докера ну вот как образовался вообще профсоюз тогда буквально 2 минуты Александр Иванович это говорил что да и вся страна была практически в одном профсоюзе грубо говоря в 90-м году мы предлагали мы поняли что там где мы находимся наши проблемы не решатся потому что профсоюз административный и мы предлагали мягкий путь как бы выкликаться в секцию профсоюза ПРВТ чтобы мы могли свои профессиональные вопросы решать самостоятельно ну с одной стороны вроде бы как бы мы обидели что нас не поняли но сегодня время нам покажет что слава богу что я не согласилась иначе мы нам опять пришлось устраивать борьбу изначально профсоюз Докеров создавался как бы на основе двух профессий Докеров механизаторов и рабочих механизаций ну две основные так сказать тогда нас не признавали как ведущую профессию сейчас и сам работодатель говорит что в основном производстве ПРВТ ведущая профессия Докер-механизатор ну не умаляя достоинства естественно инженера технического состава и так далее и так далее прекрасно знаете ошибка главного бухгалтера в цепи может стоить половину дохода и так далее поэтому нельзя назначить кто гегемон а кто в рамках юридического лица естественно исходя из нормативных документов которые у государства делали составлялось и положение профорганизации оно претерпело как минимум за последние 98-99 год три изменения не говоря что оно в процессе восьмилетнего становления менялось при необходимости житейской необходимости но как пример в 98-м году мы провернули такую операцию законную все но конференция прошла в составе семи человек членов фортового комитета когда мы провернули изменение положения по профорганизации мы этим действием мягко говоря посадили в лужу администрации на момент реагирования 5 июня 98-го года было принято решение оно даже не так в соответствии с планом акционерного общества был естественно разработан план на перспективу одним из вопросов был вопрос реорганизации разделения и так далее и так далее и на совете директоров 5 июня 98-го года был официально запущен этот механизм то принято первое решение о реорганизации на базе одного из грузовых районов организации юридического лица с передачи так сказать имущества в аренду и так далее естественно мы вынуждены были обратиться к администрации с вопросами и так далее но прибыли определенные варианты мы естественно подвернулись и положение профорганизации что было проделано изменена структура и даже не частично структура но в основном вопрос касался представления полномочий значит у нас единая профорганизация первичная профсоюзная организация такое длинное название но вынужденное портовая профсоюзная организация портовая организация российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербург потому что морской порт Санкт-Петербург это как бы общее название, не отозначение юридического лица. Хотя, для вот, кто не сталкивался этим, кому это не надо, сам морской порт это акватория почти от Выборга и до, включая Ломоносов, Кронштадт, это, извините, побережье, там 100 километров, вся эта водная акватория, которой, как бы, вот имени государства, руководит МАМ, морская администрация порта. А вот морской порт, он ограничен территорией, что мы сделали, оставляя статус, не передавая, не организовывая статус юридического лица, не учреждая в новых юридических лицах, в коммерческих, мы изменили статус бывших цеховых комитетов, мы их обозначили как правком и как локальными профорганизациям, оставаясь в пределах профорганизаций, мы изменили статус цеховых комитетов, бывших цеховых организации, на статус правкомов мокальных организаций. Естественно, прописав полномочия, которые могут, опыт нам показал и негативную эту сторону. Когда вот господин Ельцин выдал, много, да, скучайте самостоятельности столько, чтобы вы не придавились столько, вот мы начинаем, ну, не давиться еще, но где-то вот уже, как бы, пока что. Поэтому есть нужда все-таки вот некоторые вещи оттуда и не изымать, а подправлять. Сам профсоюз, да, это профессиональная принадлежность. Но у нас так сейчас получилось, что у нас был только что пошел-вышел, ехал по персоналу. А так у нас докеры-механизаторы, рабочие и инженерно-технические работники механизации, инженерно-технические работники, и нам мировщики, кого сейчас могут по профессии. Ну, какие профессии у нас есть, ну, кроме команды административных ресурсов, они практически представляют в нашей организации как бы вот свое членство. Мы вынуждены оформили работу и со структурой первичной организации по секции ЕМ. Для начала хотя бы записано формально, соблюдая профсоюзное законодательство и так далее, и так далее. То есть, чтобы не было разночтений. Хотя работает, ну, все работает под крышей профсоюзов. Профессии будет так быть, не профсоюзов, а профессии будет. Но у нас есть полное право при разночтениях и так далее, решение принимать самостоятельно. Отношения строятся с работодателем при решении своих каких-то узких профессиональных вопросов. Тоже непосредственно напрямую под секцией. У нас существует сейчас первичная организация три секции. Секция докеров-механизаторов, секция рабочих механизаций и секция обеспечивающая персонал. Куда, в принципе, могут входить даже как бы работники других организаций, которые обеспечивают порт. Поэтому, в принципе, не нарушаем законодательство, но мы и не отталкиваем людей. Один из примеров в российском консульстве «Бэкерс» так вынужденно получилось с одной стороны. Есть и праващики. А вот в Востоке? Ну, так получилось. Это отдельная тема. А с комитетом как? А с комитетом, значит, строительство у нас, как бы устройство у нас такое, уклад. Значит, есть юридическое лицо, юридичная консульственная организация. Представляет юридическое лицо Портовый комитет, который я возглавляю. В состав Портового комитета входят представители от локальной профорганизации. 301 человек. Ну, у нас так сложилось, и, в общем-то, никто против этого ничего не имеет, хотя право есть и эту ситуацию. У нас, как правило, представители, но, представители правкома, представители правкома, ну, которые непосредственно занят, которые обладают информацией. Поэтому, как бы, у нас, наши простые члены Микросоюза, они не называют у них это антагонистой. Хотя, в некоторых моментах целесообразнее. И мы эту работу проводим, даже, значительная часть последней конференции мы проводим таким образом, чтобы профактив не был делегатом конференции. Профактив является просто, как бы, участником конференции с правом совещательном. Это и, извините, подтаскивает людей к работе, к информации и так далее. Ну, приближает. И обязывает, как бы, даже обязывает участвовать в простых членах, просто видно, в работе. Еще вопросы? Пожалуйста. Если у вас, в прямом важной работе в вашей профсоюзной организации понадобятся силовые методы для того, чтобы провести в 2000 году индексацию, то что же нужно для того, чтобы провести коллективный договор индексации? Это будет что-то большее или это будет нормально? Проверяю. Я же, я слышал, у меня к этому вопросу у себя двойственное отношение. И, у нас была бы, по определенному, и что, собственно говоря, в определенном мире я так и не смызывал администрацию. Можно довести, к сожалению, мы не на Западе, с одной стороны, а находимся в России, у нас законодательство таковое и так далее. на сегодня в среднем от доходов юридических лиц фонд заработной платы с начислениями составляет где-то от 27 разных компаний до 42%. От доходов. Если мы вводим официально на перспективу, на 5 лет, вопрос применения индекса инфляции, рубричный год в 24,3% увеличена тарифная ставка и отлады в наших организациях в отношении как я говорю прошлого года. 24%. 5 лет по 24%. Но ведь есть и возможности получения дохода, они все равно чем-то где-то сдерживаться, ограничивать. Поэтому я встроен на позициях, что вопрос надо решать, но его надо решать и с учетом предприятий. Потому что можно довести ситуацию, что это очень здорово, я ведь, у меня, поймите правильно, и вот от зарплаты отказываться. Но можно довести состояние соотношения от доходов на зарплату с начислением. Целесообразнее внутри вот эти перераспределения меня. До 80%. Ну вы знаете, да, наши все составляющие, наша тоже затратная часть, предприятие и так далее. И если нет источника дохода, вот я опять вернусь к тому, что у нас специфичные предприятия, у нас все услуги стоят в долларах. И когда был обвал, наш хозяин только выиграл. Доллар улетел, проиграла одна единственная структура, в которой импорт составлял 80%. 20% экспорт, а импорт 80%. Там действительно доллар улетел, а работы нет и доходов нет. Поэтому в нашем предприятии за 99-й год так получилось, что произвело услуг рекордное количество на моей памяти я в 21-й год в парку работал. 20 миллионов тонн, более 20 миллионов тонн. Из них там 4 миллиона тонн нефтепродуктов, но вместе с тем максимально делали 12, да, где-то 12 миллионов тонн до развала Советского Союза. А в 99-м сделали, пришли новые менеджеры, владельцы и так далее. Поэтому я вот к этой ситуации тоже так и первым антагонизмом как бы при решении вопроса изменения норм коллективных договоров за последние полгода, когда мы были в Ярвово, у предприятия сразу, в администрации давайте хотя бы годом ограничимся. они тоже прекрасно понимают перспективу. Поэтому вопрос такой же, его надо решать, а вот как это тоже. Не учитывать, может доиграться, что завтра предприятие закроют, кто-то это вывезет. не учитывать, Понятно. Так, есть еще вопрос? Спасибо, вопросов больше нет. Не стойте за стойте. Слово иметь, на две минуты. Я, ваше прощение, я четкий стрим, как говорится, немножко упустил, но извините, никто не спросил. Кем-то закончился все-таки наш коллектив? Турговой спор, в нашей компании, ну и заодно подлиться по нашему спорту. Коллективный Турговый спор подписан по такому разнообразию, проведена частая предупредительная забастовка. Прокомы еще двух компаний объявили о поддержке наших требований, о нашей поддержке, и в том числе объявили закрепили выход изношкурочное и одна из них работа. Осталась одна компания, которая на тот момент практически тоже был готов к подписанию протокола на 20. А это наши соседи. И вот профсоюзный комитет компании два собирали и вот когда он объявил о том, что они не готовы, ведь здесь видно, это работа с людьми, работают люди, работают за деньги, и если бы профсор фактически объявил о запрете выхода, сверхурочный а люди будут выходить, то из этого конечно ничего не получилось, в результате проиграли. Поэтому фактически вопрос стоял так, мы в состоянии забастовки одна компания, а остальные нас не поддерживают. В результате от нас стали, администрация пошла на то, чтобы от нас стали убирать грузы в эту компанию. Хотя, да, и причем начать грузом. Несмотря даже на то, что грузоотправители категорически были против, мы сказали, мы только в залу войска или вообще при спорта вон. И так и случилось. грузы ушли даже в Новороссийск. В результате мы, наша компания давит, и нам до каких пор оставаться в таком подвешенном состоянии, вопрос был открыт. И вот решение прокома нашей соседей уже последней, когда они отказались подписать протокол разной власти и поддержки нас. Хотя на словах было заявлено, на деле нет. В результате еще неделю в нашей компании было подписано соглашение о премировании на первую квартал. Исходя из выполнения этого тонна, выполнили план, получите 10%. План перевыполнили, соответственно увеличение процента. План не выполнили, процент уменьшается. Поэтому на сегодняшний день конфликт у нас исчерпан. За январь люди получили 8,7% премии за февраль, уже приказ перед одежды. 9% премии не выполняем пока два месяца. Но премия полная социализация. Практически да. Премия осталась. Вторая компания, которая потом уже после нас, когда у нас было подписано соглашение, коллективно трудоводство пока разрешилось благополучно, они к этому пришли. Новый результат переговора, у них тоже подписано соглашение по реализованию. А индексация пока остается собственно для всех компаний. Вопрос пожалуйста. с вашего порта будут переговорить в Новороссийск с полной будут переговорить как порт. Если у вас не будут единые организации между портами. Вся Россия. Единые организации между портами и как раз я говорю о том, что единение в одном порту очень необходимо. И то, что Александр Николаевич говорил, что мы к тому же пришли и сегодня об этом уже открыто говорит. что на сегодняшний день вот те наши четыре юридические компании четыре лица они нам говорят. Вот только единые действия наши единые действия всей организации вот это залог успеха. А вообще вопрос такой А у вас есть какой-нибудь буферный фонд на этот случай? Внутри компании получили большой дешевр, а одна была в провале. Вопрос такой. А у вас есть какого-нибудь профсоюза буферный фонд на этот случай? Внутри члена одной организации? Коммерческая тайна. на самом деле провал относительный. Провал относительный того, чего хотели добиться. Тут это имеется в виду. То есть добились, но не так много, как хотели. Но пытаться будем. Все вопросы в другом стоят. с точки зрения консолидированных действий между портами при уходе грузов из порта в порт. Но тут есть такая ситуация, она опять же подвешенная. Есть бизнес, есть конкуренция, есть разные отношения. Если гнать уголь допустим на тысячу вез через Мурманск или все-таки 500 через Питер. Но есть другая ситуация. Есть тысяча Мурманск, 500 Питер, а есть 700 Прибалтика, но туда льготные цены. Поэтому вопрос консолидации действий всех портов мы провели в 99-м году, когда мы объявили, только объявили определенные возможные действия с точки зрения обрезания Прибалтики, потому что значительная часть грузов уходит через Прибалтику, потому что Аксюнинков сын у одного терминала в Прибалтике плюс в Швейцарском банке, и он ему льготные тарифы на Россию и так далее. Вот здесь вопрос действительно консолидации, но есть некоторые вещи, с которыми ну как бы я не хотел Клюева своего, извините, поддержать в Мурманске, но вопрос такой, скользкий. Такая же ситуация между законом и конкурентом, при всем прочем. Все равно, конечно, встает проблема сохранения своих рабочих мест, если грузить каким-то образом на код. Тоже немножко торговлю, в другой сферы, хотя вместе с тем вопросом. Вопросы кончились, и они еще могут быть заданы даже при обсуждении нашего вопроса. Первым записался для выступления докер, опять же, фруцкого порта Ленинграда Тимофей. Он представится. Первому на три минуты даю больше. Засмелый, смелый. Поправочек, не мобильный, вы старает. Он не докер, не мобильный, я не знаю, как вы. Представится. Я врача, вези, он веза в Лужгине, не разописался к докерам. Нет, нет. Тимофей, Евгений Петрович, зампредседателя прокомы, сегодня я докером не являюсь. Я освобожденный работник профсоюза, избрана на три года, вот в последующем году, здесь, у меня срок кончается, заканчивается, перезирую, останусь нет, опять пойду в трю, как Александр Иванович, и буду работать вместе с другими докерами. Метить со мной. Я хочу остановиться на том, что Александр Николаевич сказал, что именно нужна честная и постоянная связь с простым членом профсоюза. и вот на концерт примере я немножко попытаюсь доказать, что это так. Ведь когда, ну, однозначно, когда мы 2000-й год закрыли, и по предки, по индексации, то просто тоже однозначно поставим наши докеры в 2001-м индексировать и положение приемирования. Надо новое подписать, потому что старое положение уже устарело, по старому положению приемирования мы зависели от прибыли. А потом мы стали замечать, что прибыль что они делают. Вот, например, у нас в компании деньги появились, они это увидели, и раз, при казном порядке столько миллионов рублей, перечислить туда. Все, прибыли. Вот от этого, чтобы уйти и как бы тоже премию получить, мы привязались уже к физическим тоннам. То есть сколько заработал, кто получил. Ну, а пока вот первый партнер за 2000-й год тот коэффициент годовой инфляции мы уже ввели в старинную ставку, пока первую партнеру есть время, и, конечно, мы в первую очередь занялись положением и приемами. Вот даже уже не говорю про солидарность, а именно вот про работе в одной компании, в нашей компании, вопрос это премию, сколько, какой процент премии. изначально. Вот 100% выполняем план, и какой процент? 10%, 15%, 20%, и так далее. И у нас еще сложность была в том, что премия не на все распространяется, начисляется не на всю заработную плату. Сюда не входила у нас вредность, не распространялась на вредность, не распространялась на выплату заработок в вечеринке ночной и сменой, выходной и праздниче к ним. У нас на остальном все это распространяло. И тогда вопрос стал о том, естественно, конфликт пошли, примирительная комиссия была, но до арбитражной комиссии не нашли только потому, была проведена часть компании слабая работа с докером. Это в том числе и мной. Хотя у нас в нашей компании там два цехкома докера, которые я возглавляю, есть и другой цехком. Вот тут даже внутри пошел раздрай. То есть наш цехком поддерживает и первой секретарной компании, и в том, чтобы стоять до конца 15% премии и чтобы распространялось на все. Другая часть, там значительно два раза больше народа, то есть докера, не поддержала. А в итоге мы получили что? 15% но не на все распространяется. А если бы на все распространялось, то мы получили 10%. На сегодняшний день мы бы этим ничего не выиграли. Но зато наполнение было полным объемом. Ведь мы понимаем, когда в 98-м году мы принимали новый корректирный договор, когда организовали, переходили в ЗАО, как бы сказать, из-за того, что часть положения с корректирным договором мы, как бы сказать, сдали, за то, что подняли тарифную ставку в горах. А в итоге инфляция пошла, все, а в корректирном договоре, что мы сдали, уже этого нет. Вот тогда и здесь мы вроде в деньгах мы сегодня не потеряли, а чисто политической мы потеряли. То есть вдруг что это время? Будет выше, ниже, а если бы наполнились, шло на все, то мы бы были выигрыши. Вот даже вот здесь другие договоры стали говорить о том, что ну во что, мы сейчас будем за это выступать, потому что мы все равно ничего не выиграем, а этим мы вот процент посадим тех людей, которые работают в день только. Нормальных, в теплых помещениях, в день работают, и они же зависят, хотя бы эти 10 процентов стали бы получать докер, как докер сработал, может и дождь, ветер, снег, ночь, все работает, вот и то. Как-то вот какие-то разногласия не получилось. Вот это поддержит тому, как Александр Николаевич сказал, да, нужна постоянная тесная работа снегны. Только тогда можно выйти на успех. Докер сработал, хорошо получил, мы получили. вы помогли что-нибудь сделать, получили, что мы получаем. Но зависимо от них, как будет. То есть вы проводите заготовку в целях повышения своей зарплаты, правильно? В том числе нет. ничего противоестественного не делать. Как и все направили. Внимание, товарищи, вот тут слово представляется Ершова Автобус в городе Кольятти. Правильно я прочитал? Правильно. Представьтесь, пожалуйста. Ершов Сергей Константинович, зам представителя форсовета единства в Сене Новых Сосновных. Помощи депутатов Думы Российской Седерации. Я сюда вышел случайно. Я немножко хочу рассказать о том, что творится на Автовазе. А Автоваз это особое предприятие, это государство в государстве с своемощной финансовой структурой. И поэтому хотя бы мы образовались 10 лет тому назад, но работать нам сложнее, чем кому-либо, потому что нас на служение Автоваза и их финансовой структурой стоят и провожающие органы. Суды, прокуратуры, милиции, ФСБ, они на служение властей имущих. Поэтому даже выиграв Верховный суд по заключению гол договора до сих пор нас не допускает заключение гол договора. Даже выиграв этот суд. И многие суды явно выигрышные, проигрыванные потому что естественно нас люди и суды покупают Автовазу. Поэтому в этой системе очень тяжело работать. Я не буду говорить обо всем плохом, конечно, были хорошие моменты работы в профсоюзе единственное на Автовазе. Но все больше и больше мы приходим к пониманию, что Автоваз и не только Автоваз, другие предприятия России, они не сами по себе действуют, а действуют в общей экономической системе. Я не случайно задал вопрос докерам, что вот если перейдут ваши грузы в порт в Российск или Прибалку и тогда ваши так сказать порт разориться. Поэтому все больше появляется необходимость здесь слажена единым организм всем профсоюзом свободным в одном ключе. И что для этого мешает? Я считаю, что мешают амбиции лидеров, сами лидеры этих слов в Российске. Каждый хочет быть припортируем. Одно КТР, второе КТР, соцпров, профсоюз защита. Я думаю, назрело время всем объединиться, тем более на пороге, когда принимается новая трудовая законодательность. Почему именно назрело? Надо прочувствовать тот исторический момент, перед которым мы стоим. Вы что думаете, они не примут правительство вариант зота, или еще последние, которые правой силы внесли. Насколько мне известно по Думе, там уже идет опробирование этих лидеров, идут беседы с этими представителями фракции, ломка идет, короче говоря, правительством, чтобы складить на свою сторону. Поэтому в этом плане мы предприняли большие попытки Росславной электронной почты во всех золотых союзах, чтобы там, где выбраны депутаты, они практически прислали такой текст, что если вы проголосуете за правительство экзот, то вы не будете выбраны на второй срок. И эти, так сказать, пасквили были вложены в ящики депутатов всех уровней. Поэтому многие депутаты уже, так сказать, там у нас депутат Беловского в Самарской власти от правых сил, он же замопил, а почему-то я против правительства экзотов. Поэтому каждый депутат, он хочет выбрать на второй срок. А тем более из тех регионов, где доведен до бедности. Естественно, та зарплата в депутатах намного выше, чем, допустим, в тех регионах, откуда они выбраны. Допустим, депутаты Кусарской Думы и зарплата оставляют до 13 тысяч в месяц. Хотя это не много. На пустыне 50 тысяч в месяц. И именно можно провести тщательный анализ, что происходит в мире. Как наша компания с западной компанией. Что такое глобализация? Для чего она идет? Что такое глобализация? Это темный лес для многих. А ведь напрямую будет зависеть наша экономика привязана к той экономике. Если бы это слово включало в себя и общение народов по политическим, экономическим и культурным подрастям, это другое дело. Но в это слово вкладывается именно экономический смысл. Экономический смысл для того, чтобы привязать нашу страну и командовать ей. Практически нам уже своя экономическая ниша в этой экономической олигархии приспособлена. И будут командовать сильные мира всего так, как жидерал моторс, моих красот, которые имеют огромный оборотный капитал, и будут контролировать финансовые потоки, коммерческие потоки, распределение товаров, производственные отношения. И вот тогда мы запоем. если мы будем делиться на своих в своем уголке устраиваться, если мы не объедимся. Я уже здесь передал бумажки, можно читать? Пожалуйста. Хочем напомнить, что у нас первый вопрос обмен опытом был заключением полгода. Мы завтра поговорим. Я завтра вот такую бумагу передали всем. В настоящее время ведется активное обсуждение представления проектов ЗОД в обществе рабочей группе. Несено уже 5 проектов. Мы беспокоены обстоятельствами, которые складываются при обсуждении проектов представителей профсоюза. Нет единых концептуальной политики. Не определен проект ЗОД, который согласен поддержать все. Профсоюзные объединения России. В связи с этим появляется реальная возможность утверждения неприемлемого правительского экзота. Мы призываем вас осознать историческое ответственность за судьбу трудящихся, отказаться от амбиций и объединиться при создании единого профсоюза и проявить солидарность в действиях по его принятию. Представили правкома Автоваз Единства с Болотарев. Это направлено во все профсоюзные организации России в обыдных профсоюзов. Я умышленно не коснулся всех этих вещей, потому что я думаю, что мы все равно в своей борьбе остались от моих регионов. Я считаю, что средняя зарплата очень маленькая, 4,5 тысячи в месяц. Это маленькая зарплата по той прибыли, которую делает Автоваз. Если зарплата генеральной дирекции вставляет 500 тысяч, то по сравнению с рабочими это очень маленькая зарплата. Поэтому мне об этом говорить очень трудно, потому что я знаю, что мы не так боремся, как положим. Да, я согласен с докторами, что основная работа должна вести внизу. Именно с рабочими. Каждый день мы должны бывать в бригадах, разговаривать с людьми, убеждать рассказывать ситуацию в стране, в мире, и что будет, если, допустим, рабочие не объединятся и не будут бороться с их права. Что с ними произойдет? Жизнь постоянно будет ухудшаться, потому что у капитала одни правила игры. Капитал, в основном дикий капитал в России, да и во всем мире, это одна цель для значения максимальной прибыли. За счет их занято социальный льгот, гарантии, зарплаты, все и все в итоге зависит от того, как мы научим организованно бороться за свои права. Это, естественно, однозначно. Поэтому индексация производится каждый квартал, производится она по... Но я считаю, достаточно, так же, как и докеры, я с ним тоже согласен. Все время мы в этой индексации будем вставать. что вы индексируете? Для нас это очень интересно. Есть полдоговор соглашения, что мы подписывали? Подписывай колдоговор адресуем по советам желтым и насколько я сейчас обладаю информацией, они сейчас специально тариф соглашения еще получше еще довезусь. Все-таки продвижения какие-то немножко вперед есть, если у вас по индексации есть что-то, это мало где вообще. Мама, много главных как сделать? Как сделать? Скажите. Я просто бы не хотел в этом говорить. Я считаю, что ухудшение. Я думал. Вот тоже ухудшение. Товарищи участники заседания Российского комитета, мы работаем по первому вопросу, который называется обмен опытом по заключению коллективных договоров и соглашений по закреплению в них охраны рабочих мест и индексации заработной платы. О ГЗОТе это очень большой вопрос, мы поговорим. О общеполитических вопросах и жалобы друг к другу. У нас будет встреча еще в общежитии в гостинице мы поговорим. Давайте по теме. Вот например докером очень хотелось бы услышать ваш опыт борьбы за индексацию и так далее. Теперь придется поодиночке вас отлавливать и спрашивать. Вместо того, чтобы этим опытом вы поделились со всеми. Пожалуйста. Так, времени у нас остается немного, но мы значит предоставляем слово Грехович. Чинько. Сергею Васильевичу он представится. Превхрещенко Сергей Васильевич Свободный профсоюз водоканала Санкт-Петербург. Значит, у нас ситуация с индексацией заработной заработной зарплаты складывалась, ну, наверное, примерно так же, как у докеров, для исключения того, что мы не проводили предупредительные забастовки. Причиной для возникновения коллективного трудового скорого по инвексации зарплаты явилось скорее не то, что было необходимо ее индексировать, потому что, в общем-то, рост зарплаты уже предполагался, администрация обещала, что зарплата будет с февраля месяца увеличена, а причиной явилась то, что администрация водоканала ввела в действие приказ, который значительно изменял систему оплаты этого предприятия, и приказ этот не согласовался с профсоюзом. Для того, чтобы уйти от вопросов, связанных по применению этого приказа к члену профсоюза, администрация водоканала на тех филиалах, а двухводоканал это предприятие, состоящее из более десятка филиалов, составляющие собой юридические лица, на тех филиалах, где работали члены свободного профсоюза, не применил этот приказ. Этот приказ косвенно влиял на увеличение заработной платы, и возникла опасность, что на части филиалов предприятия зарплата не будет повыше. В результате возник коллективный трудовой спор, который вначале администрация отказалась принимать, но помогло вмешательству службу по регулированию споров, вмешательству прокуратуры. В результате этого спора индексация зарплаты была достигнута, было достигнуто решение об увеличении зарплаты не ниже индекса инфляции за прошедшую. Те же самые аргументы у нас были по увеличению зарплаты индекс потребительских цен, но кроме того мы использовали еще и рост тарифов на услуги водопотребления. Так же как и на любом другом предприятии уровень зарплаты можно определять уровнем услуг. Услуги водоканала определяются законодательством и мэрии города. Это довольно жесткие тарифы но по крайней мере за последние два года они возросли в два раза в итоге мы и добивались двукратного увеличения зарплаты за прошедшие два года. Значит в результате скоро зарплата была увеличена таким образом что она превысила индексацию индекс потребительских цен и как раз составила рост тарифов за два года. То есть то превышение которое было в предыдущем году оно было недостаточно компенсировать с повышением в этом году. Ну вот были вопросы по договору значит у нас ведутся коллективные договоры правда в течение уже двух лет но на сегодняшний день проект подписан членами комиссии и окончательно подписать коллективный договор точно так же как и у докеров время время расходовали мы за счет работодателя и на подготовку проекта профсоюзом и для работы в комиссии у нас единый представительный орган и для работы в комиссии совместно с работодателем. вопрос пожалуйста первое что у вас кондивный орган как решить проблему контроля за пол договора то есть каждый профсоюзом контролирует в плане пол договора или только оба вместе единоможные это первый вопрос и второй у вас сейчас сохранилась система согласования депримирований то что проводить два года контроль за коллективным договором будет осуществляться во-первых комиссии которая будет состоять комиссии которая будет состоять наполовину из представителей профсоюзов наполовину из представителей работодателя и отдельно профкомами двух профсоюзов уже не зависит что касается системы депримирования которые по поводу которой два года назад был коллективный трудовой спор к сожалению на уровне профсоюза то есть оплатывающего весь водоканал этот вопрос еще не решен а вот в части филиалов добились того что администрация не удалось навязать системы ну фактически системы штрафов на предприятиях когда работник за малейшее нарушение там самое ничтожное там акулы бросил не туда мог быть наказан уменьшением премиальной части такого не произошло и вот в настоящее время скажу по своему филиалу я представляю еще филиал водоканала Южная водопроводная станция за прошедшие два года у нас в результате ни один член профсоюза не был депримерован таким образом за какие-либо нарушения со всем или все-таки если бы человек не имеет появление на работе в не трезвом виде там и так это значит цель дело в том что вообще профсоюз проводя свою работу среди членов профсоюза обязательно обязывает всех работников судьбой трудовой дисциплины язву на работе правило обознание и недопустимо это у нас такая жесткая позиция и я тогда как бы не на вас акцентирую вопрос слегка наложение на взыскание вот депримерование про вообще происходит под контролем профсоюза либо вы каким-то образом решили так что его практически нет это связано с тем что полный контроль профсоюза какой контроль решение депримерования работника выполняется вначале на уровне отдела цепок для работы и там оно должно быть согласовано с пропортом этого отдела затем решение принимается на балансовой комиссии всего филиала где естественно решение балансовой комиссии должно быть согласовано с профсоюзом но вообще добились и того что так называемый директорский фонд упримерования распределяемый директором он должен быть согласован с профсоюзом и приказ директора тоже должен быть согласован с профсоюзом директором 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 такого согласования профсоюзом администрации приказ согласования и достав в рамках полдоговорной кампании эти вопросы нам не позволило решить к сожалению второй профсоюз это профсоюз отраслевой профсоюз жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания первичная профсоюзная организация которая есть в доконах численность этого профсоюза в силу у сложившихся 70-летних обстоятельств она значительна их численность порядка 5000 человек и влияние его на все органы и государственные и на администрацию в том смысле что он является как-то представителем работников влияние значительное и он тормозит многие многие реальные вещи которые можно было решить в частности когда был трудовой спорт на диспетсе зарплаты и мы его закончили на втором этапе с посредником значит фактически этот профсоюз заявил о том что существующая заработная плата достаточно для вас ну это нам усложнилось полдоговора нам не удалось включить индексацию тоже благодаря участию второго профсоюза хотя на самом первом этапе вместе с этим профсоюзом удалось заключить соглашение о том что ну вот о создании единого представительного органа где несмотря на то что мы составляем по численности значительно меньше процентов союза в едином представительном органе каждый имеет право голоса один если мы оба пришли к какому-то мнению значит это мнение уже идет к работодателю если не пришли к единому мнению значит он отклонился вот поэтому независимо от представительства голоса одинаковы пишите пожалуйста у вас организация она набережит в Сирии или я имею ввиду водоканал водоканал это полностью подрасчетная организация хотя это государственное муниципальное монетарное предприятие но полностью подрасчетная то есть и так не во всех водоканалах России происходит но вот в нашем водоканале там удалось достичь того что мы живем только за счет прибыли получаемые за счет тарифов завода и услуги водопотребления водоотведения я хочу точнее вопрос как раз интересно вот у нас в городе в последние 5 лет городской совет разрешил повысить тарифы 1 на 20% последний вот-вот-вот 28% то есть прибыли как такового организация больше не может потому что в противном случае вы тогда живете за счет ребят остального как по-вашему не исходить из-за этого а вы в то же время заключаете договор конкретный договор с работодателем который практически все-таки ваш как у вас там вы на лице собрали в городе у вас главный в городе где это амнистрация города то есть амнистрация города или законодатель собрали который определяет сколько можно дать денег бюджета ваше тихо товарищи вот если у вас два раза у нас повысилось так чуть-чуть так так в принципе как туда вы входите из этого положения здесь надо до вас почему не понять какие были порядки у вас до этого как не знаю кроме того хотел остановиться на уровне тарифа он сейчас у нас составляет 50 процентов ну мы добиваемся и будем добиваться увеличения тарифа я хотел сказать чтобы вы были в курсе что в Санкт-Петербурге работает трехсторонняя комиссия и на 2001 год в частности ну сущность у нас союза удалось добиться на уровне Санкт-Петербурга требования о том что доля тарифов заработной плате в Санкт-Петербурге составит не менее чем 70 процентов это касается уже всех предприятий и каждое предприятие у себя конкретно должно будет добиваться этого выполнения еще одно вопрос пожалуйста так будьте добры вы извините пожалуйста вы вот так в своей профсоюзной борьбе используете только скажем так правообменительные методы или еще и методы силового так сказать воздействия на работу если используются силовые методы но насколько возможно расскажите пожалуйста силовые методы не использовались и для нас это довольно сложно хотя думаю что в итоге мы сможем выйти на запас дело в том что у нас предприятие снабжает город водой и всегда может вводить материальная опасность нарушения статьи Конституции которая заключается по столу в случае если возникнет угроза здоровья жизни других людей все так правильно если мы подаем воду значит мы не можем не ухудшить ни качество ее мы не можем остановить канализацию единственный вариант мы можем несколько уменьшить подачу воды вот подготовка людей вот создание людей к тому что забастовка вообще реально у нас на предприятии вот этот пока процесс идет и он не быстрый потому что мы все прекрасно создаем что нельзя лишить воды населения население предприятия больницы так же как энергетика отключить нельзя очень много таких будет спасибо все я готов ответить у нас будет и все спасибо во время обязательно давайте первое товарищи мы проголосовали в земле пламя с 12 часов до часа в рюк давление здесь поступило другое предложение что у нас делать объявить с 12 до 12 15 на перегон с 12 до 2 продолжить работу на обед уйти значит с 12 часов с 14 давайте правильно сделаем согласимся с этим предложением предложение прошу подуша или нет там перерыв там в кафе корля подержите против да против против нет нет против нет объявляется перерыв на 15 минут перерыв подержать процедуру не направлено у меня и голову не будет вот так обучение как говорится как что пришли которые осуществлять процедуру это профессионал не очень еще и загнул сейчас я лягу еще на воды вставайте шерен и сметайте на битву шагайте 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 шагайте